Всем привет, мои дорогие девочки! Едем сейчас с вами в бассейн! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, хочу поделиться с вами своим последним приобретением, которое, в принципе, давно хотела, и заодно подкинуть вам идею, что вы можете подарить себе на празднике, либо попросить у своего любимого подарок, очень даже неплохой. Помните одно время, я думаю, вы видели многократно, в прошлом году, в позапрошлом году, как-то очень много блогеров приобретали себе часы, и это были, по-моему, Daniel Wellington, что-то такое. Я в тот момент захотела эти часы, но потом как-то перегорело. Сейчас я все-таки решила обзавестись, и эти часы, которые я вам назвала, тоже я рассматривала к приобретению, но в конечном счете остановилась на вот таких. Это у нас часики от Emporio Armani. В принципе, я уже, наверное, начинаю готовиться к летнему сезону, и мне хотелось приобрести такие часы, которые будут максимально подходить ко всему моему летнему гардеробу, да и, в принципе, не только летнему. Сейчас я покажу, что я выбрала. Так, здесь у нас куча всевозможных, говорящих об оригинальности бумажек. Я, кстати, проверяла это все. Вот, так что, где я покупала, есть такой сайт, называется WatchTown. Это, скажем так, интернет-магазин с именитыми брендовыми, оригинальными, естественно, часами по приемлемой цене и плюс ко всему до 28 февраля включительно по промокоду, который я вам оставлю в описании к этому видео, там же будет ссылка на сайт, вы сможете приобрести с 10% скидкой любые часы, которые захотелось. Девочки, смотрите, вот такие часики. На самом деле, это самый лаконичный вариант, который мне понравился. Вот, смотрите, здесь кожаный ремешок. Это у нас импулио Armani, как я уже сказала. Боже, ну какая прелесть. Смотрите, вот эта пленочка, кстати, с красной полосочкой тоже говорит об оригинальности. Но я реально проверяла все, я сдачусь этим вопросом. Все, что должно быть в оригинальных часах, здесь присутствует. Так что покупать не страшно. Посмотрите, какая коробочка вообще прелесть просто, да, для хранения сплошное удовольствие глазу. 14 февраля, 23 февраля. Кстати, мужчинам ведь тоже можно подарить часы. Там их огромный выбор, на самом деле, по совершенно разным ценам. Довольно бюджетные даже можно подобрать. И оригинальные качественные часы именитых брендов, как я сказала ранее. Ну мои, вот такие. Вы их уже могли видеть в коротких видео моих на YouTube. Я их показывала. Ну точнее как, не то чтобы показывала, они просто мелькали. Вот такая прелесть. Как же классно они будут смотреться летом, да. Я вот прям их вижу. И что мне понравилось, что они небольшие и не маленькие. То есть хоть с джинсами там и кроссовками, да, будет круто смотреться. Хоть с лодочками. Ну туфли-лодочки я имею ввиду. Поле это какой-то классический образ. Тоже будет здорово. Ну в общем, вот. Вот такие вот я выбрала. Здесь, как я уже сказала, кожаный ремешок. Ну и вот так все это дело мне безумно понравилось, честно говоря. Я очень довольна своим выбором. Так что обязательно заглядывайте, посмотрите. Я думаю, что вы сможете подобрать, ну там на самом деле для себя, так и для своих любимых. Как же это прелесть. Не знаю, может быть в следующий раз я себе какие-то еще закажу часики. Подумаю, потому что сейчас вот я собираю себе, скажем так, коллекцию часов. Как-то вот меня накрыла эта мания. Мне хочется разные красивые часы. Вот прелесть какая, да. Посмотрите, здесь такой красивый циферблат вообще. Видите, такие камушки, стразики или что-то. Они так красиво переливаются. Вообще прелесть. Ну вот вы даже по моим ногтям можете видеть, в принципе, что нюдовые цвета сейчас меня немножечко увлекают. Видимо, близится весна. Хотя у нас, в общем-то, похолодание намечается. Но уже хочется весны. Здесь есть руководство пользования на различных языках. На русском в том числе. Как что заводится. Гарантийные талоны и так далее. Вот на русском. Автоподзавод и прочее. В общем, интересно, на самом деле интересно. Это все я, конечно, оставлю. Не буду ничего выбрасывать, чтобы, ну знаете, не возникало вопросов по оригинальности. Пусть все это будет. И коробочка красивая, и все вот эти сертификаты. Ну круто, на самом деле круто. Так что спасибо еще раз магазину WatchTown за то, что у них такой классный выбор прикольных, качественных часов. Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, хочу еще ответить в этом видео на пару вопросов, которые вы мне задавали. И вот буквально недавно прилетел вопрос по поводу вот этой пенки для умывания от Faberlic Global Oxygen. Пользуюсь я ей или нет, и нравится ли она мне? Пользуюсь, девочки. В принципе, меня она устраивает. Это увлажняющая пенка для умывания. Но здесь важно понимать, просто если вы стоите перед выбором приобрести вам пенку эту или какую-то другую, или вообще в принципе средство для умывания, важно понимать, что если у вас макияж на лице, то пенка, одна лишь пенка с этой задачей, с задачей смыть макияж справиться вряд ли. И даже если зрительно вам будет казаться, что она справилась, то по факту это будет не так. Макияж обязательно нужно растворять либо мицеллярной водой, либо гидрофильным маслом. Я сейчас умываюсь гидрофильным маслом сначала. Даже если у меня нанесен BB крем, какой-то легкий тональный крем и хотя бы тушь на ресницах, то я сначала умываюсь гидрофильным маслом и потом уже масло я смываю вот этой пенкой. И тогда все замечательно. Плюс ко всему после пенки тоже должен быть уход. Хотя бы самый минимальный, самый элементарный это тоник для того, чтобы сбалансировать после умывания пиаш вашей кожи и какое-то увлажняющее средство. Если не весь там, допустим, по типу корейского уход там из нескольких составляющих, то хотя бы там, я не знаю, тоник и какой-то увлажняющий крем либо гель. Вот, то есть на одной пенке мы не останавливаемся, к сожалению, а может быть и к счастью. Нужно правильно подходить и к умыванию, и к уходу за кожей в целом. Так, это что касается первого вопроса. Вопрос номер два. Это вопросы по моей технике. Чем я пользуюсь? Нравится ли мне новый телефон, который я приобрела? К слову, у меня это iPhone 12 Pro Max с памятью 256, по-моему. Максимального не было, так бы я взяла его. И почему я вам сейчас показываю вот то, что показываю? Во-первых, это MacBook. Это MacBook Pro 2018 года. Да, и это наушники, как они называются, AirPods Pro тоже, да. Это, по-моему, вот какие последние были, такие, собственно, я и захотела на подарок на Новый год, и супруг мне их подарил. Вот это прошки. Здесь есть нюанс. В первое время я к ним привыкала, потому что вот этот наушник сам, да, несмотря на то, что здесь вот такая вакуумная вставочка, да, он для меня как будто бы большеват. Мне было как-то немножко непривычно по сравнению с обычной стандартной гарнитурой. А в остальном это, конечно, удобно. И, девочки, если вам кто-то будет говорить, что китайские наушники, либо какие-то другие, которые можно купить за очень дешево, они будут оригинально выглядеть, они будут работать точно так же, как AirPods Pro или просто AirPods. Нет, это неправда, девочки, не верьте. Как бы грустно это ни звучало, это неправда. У меня есть неоригинальные наушники такого плана, как просто AirPods, и это небо и земля, абсолютно. Они плохо коннектятся с техникой, да, они разряжаются моментально. То есть, если вот эти наушники, я вообще забываю, когда я их там заряжаю, они круто. Ну, сам вот этот блок, да, для наушников, он очень долго держит заряд, и тем самым заряжает, да. То есть, я могу использовать вообще, в принципе, один наушник, а второй у меня заряжается. Если мне два не нужно, допустим, там. Так что, да, техника Apple, это, к сожалению, дорого. Но цена, я вам могу сказать, оправдана. То есть, тоже кто-то скажет, да ты зажравшийся буржуй, да. Ну, вот смотрите, я веду съемки на свой телефон. Для меня этот вариант наиболее удобен. Несмотря на то, что у меня есть камера, влоговая камера от Sony, она, девочки, пылится в дальнем углу. Ну, вот не с руки, понимаете, мне ей пользоваться. Мне нужно так, чтобы вот средство, на которое я снимаю, оно всегда было у меня под рукой и моментально включалось. Чтобы я не парилась, сколько там места в памяти, что там с процентами заряда и прочее. То есть, мне нужно, чтобы все было максимально доступно, под рукой, быстро и прочее. С этими задачами справляется мой телефон. То есть, по сути, если бы я покупала Pro в какую-то камеру, то мне пришлось бы в этом случае и телефон купить, потому что мне нужно было поменять телефон, потому как он уже был, ну, как бы, надо было поменять, да. У меня был до этого iPhone 7 Plus, тоже там на 256 гигабайт. Мне бы тогда пришлось покупать и телефон, и плюс еще за такие же деньги камеру. А таким образом я убила двух зайцев сразу. Я купила телефон с офигенными камерами. Ну, он просто прекрасен. Он снимает спокойно в 4К, и он мне нравится. Помимо того, что мне нравятся свойства его камеры, так мне еще и нравится, в принципе, его функционал. Я уже довольно давно пользователь техники Apple, и для меня не стоит вопрос, хочу ли я перейти на какой-то другой бренд. Нет, меня полностью устраивает Apple, меня устраивает iOS как таковая. Я люблю, я пользуюсь. Программа для монтажа, на которой я львиную долю своих роликов смонтировала. Это программа iMovie. Вы тоже часто задаете вопрос, в чем я монтирую видео. Сейчас я пользуюсь чуть-чуть другой программой, но большую часть времени я пользовалась iMovie. Так что, ну вот, если вы хотите попробовать, то попробуйте. Я думаю, что очень мало тех людей, которые, попробовав технику Apple, ее на что-то сменили, если они разобрались в этой технике. Поэтому, ну, в общем-то, как-то так. Так, по поводу телефона еще хотят сказать, есть один, один огромный минус, но это скорее не с телефоном связано, а с обстановкой. То есть, если в iPhone 7 Plus у меня была вот эта кнопочка кругленькая, не помню, как она называется, которая считывала отпечаток, да, кнопочка вот так классная, по которой в свое время все пищали от того, какой щелчок она издает. То есть, там я пользовалась отпечатком пальцев. Сейчас в телефоне в новом, в 12-м, в нем Face ID. И в связи с тем, что ты находишься в маске, когда тебе нужно сделать какой-то платеж на кассе какого-либо магазина, то тебе приходится... Раньше я могла просто одним щелчком нажать, и отпечаток пальца считывался, и проводился платеж и полпэй, то сейчас мне нужно либо снимать маску, чтобы Face ID меня распознал, либо пользоваться паролем. То есть, это занимает некоторые секунды времени, и иногда на кассе это неудобно. Эти несколько секунд, они как бы, ну вот, не всегда удобно их выжидать. И это, пожалуй, единственный минус. Все остальное сплошные плюсы, поэтому, да, я думаю, что я пользователь техники Apple и на долг. Все, мои милые, надеюсь, я на ваши вопросы ответила. Если не ответила, то задайте мне их обязательно в комментариях, я постараюсь ответить. На этом мы будем заканчивать это видео. Я благодарю вас за внимание. Как всегда, люблю, целую, желаю вам всего самого-самого наилучшего. Ни в коем случае не болейте. А если болеете, то поправляйтесь. Всех люблю. Пока-пока.